Как расти в Instagram быстро? Что прямо сейчас можно сделать, чтобы в ближайшем будущем увидеть эффект? Сегодня говорим об этом. Меня зовут Артём Сенаторов. Здесь про Instagram и Reels, про то, как получать оттуда клиентов. Если вы в теме, вам это интересно, подписывайтесь и погнали! Так вы уже, наверное, понимаете, что если я в основном здесь рассказываю про Reels, то у меня и будет рекомендация, что быстрый рост обеспечен Reels. Единственный момент, это то, что мы имеем в виду, когда говорим быстрый рост. Давайте вот об этом поговорим. Очень часто люди говорят быстрый рост, подразумевая, что им нужны подписчики, что им нужны просмотры, что нужны охваты, но я ввел такую штуку, которую называю вес просмотра. Идея в том, что один просмотр не равен одному просмотру. Если вы снимаете какое-то смешное видео или веселое видео, и у вас, ну, как бы просто вы его публикуете, шанс на то, что оно завирусится и получите вы свои просмотры, он высокий довольно. Проблема в том, что толку с этих просмотров никакого. Поэтому нам нужны не просто просмотры, а целевые просмотры, то есть просмотры от людей, которые понимают, что вы эксперт в вашей нише и, соответственно, они еще в этой нише заинтересованы. То есть получается, когда я говорю, что, допустим, человек, вот у меня на марафоне люди выкладывают рилс каждый день, и я читаю отчеты, они пишут, у меня сегодня плюс 20 подписчиков, у меня сегодня плюс 35 подписчиков. Кто-то может сказать, что, блин, да что-то не очень большой рост, а где вот тысячи, там, миллионы просмотров и так далее. Но я-то понимаю, так как люди выкладывают 100% экспертный контент, ну, то есть, условно, например, диетолог говорит про питание, а фитнес-тренер, он говорит про, там, упражнения или комплекс упражнений каких-то, да? То, соответственно, вот эти подписчики, это люди, которые хотят больше такого контента. То есть своим вот этим фактом подписки человек как бы говорит, я по адресу, мне тут нравится, я хочу больше. А раз он заинтересован, то получается, что именно такие люди потом и становятся клиентами, потому что у каждого эксперта всегда есть услуга, может быть, товар или сервис, который можно предложить. Поэтому, если у вас вдруг такая ситуация, что у вас небольшой аккаунт, там, 100, 200, 300, 500, тысяч или даже, может быть, несколько тысяч подписчиков, но при этом это в основном какие-то ваши друзья, коллеги и вообще непонятно, откуда там взялись, может быть, кто-то еще в гивах каких-то участвовал или в других таких сомнительных активностях, то получается, что вы, ну, по сути, начинаете вот формировать свою аудиторию, да? То есть это все получилось как само собой, а когда вы выкладываете рилс экспертный вот в конкретной тематике на определенную тему, вот в вашей нише, то тогда даже те, там, 10, 15, 20 человек в день, которые будут для вас новыми подписчиками, но они придут уже на этот контент, вот получается, что это и будет ваш рост. Поэтому сфокусируйтесь не на том, чтобы было просто много подписок или какие-то охваты, просмотры, а чтобы были качественные люди, то есть те, которые могут стать клиентами, да, аудитория правильно целевая это называется, в вашем аккаунте, вот это цель, которую нужно держать в голове. Если же у вас вдобавок к этому есть еще какой-то бюджет, то есть вы говорите, ну, рилс, это хорошо, а что можно еще сделать? В таком случае можно закупать рекламу у блогеров, я с этим экспериментировал. Здесь результаты неоднозначны, то есть с одной стороны это работает 100%, потому что блогер, у которого есть аудитория, вы можете посмотреть, он реальный, он там рассказывает на нужную тематику, и почему бы там не закупиться, но с другой стороны у меня бывало так, что мы вкидывали деньги, все было вроде правильно, а при этом результат не такой уж радужный получался. Наконец, третья мысль, это прямые эфиры с другими экспертами, то есть когда вы, допустим, владеете какой-то аудиторией, у вас там, я не знаю, охваты 100, 200, 300 человек, неважно, больше 100, уже в принципе можно что-то делать. Вы находите других экспертов из смежных ниш, у которых примерно такие же охваты, то есть не надо эфирить с людьми, которые продают то же самое, что и вы. То есть если вы психолог по финансовому мышлению, не нужно искать другого психолога по финансовому мышлению и начинать с ним вести эфир, спорить, нет, не надо этим заниматься, вместо этого найдите кого-то из смежной ниши. Ну то есть, например, если вы, скажем так, психолог по финансам, можно найти человека, который занимается инвестициями, если человек, который помогает с питанием, можно найти того, кто, не знаю, фитнес-тренера какого-нибудь и так далее, то есть чтобы и та, и другая тема была интересна вашей аудитории, то есть получается у вас общая аудитория. И тогда, допустим, вы проводите эфир, приходит там с вашей стороны 15, 20, 30 или сколько-то человек и примерно столько же с другой стороны, неважно, кстати, на каком аккаунте проводить, тогда выходит, что все очень просто. Вы берете друг у друга интервью, ну там по чуть-чуть, да, не надо, чтобы кто-то один только отвечал на вопросы, а другой кто-то эти вопросы задавал. Это общение должно быть двухсторонним и каждый из экспертов предлагает подписаться на другого. Получается обмен на аудитории, и я знаю людей, которые ведут эфиры каждый день, они растут чисто для этого. Ну, это, конечно, большая работа каждый день вести эфиры, но как минимум уж раз в неделю находить кого-то, с кем 30-40 минут пообщаться, еще получить удовольствие от этого общения, обменяться мнениями, поотвечать на вопросы людей, это прикольно и это работает. На вас сразу подписываются люди, потому что они тут же видят, что вы эксперт, им нравится, они хотят еще за этой информацией, они придут к вам. Ну, и вдобавок, что еще можно сделать, это прочитать мой гайд, который называется «8 ошибок в экспертных рилз». Если вдруг вы хотите снимать рилз не просто вот как-нибудь, а сделать так, чтобы это было на чистовик, скачивать этот гайд, он бесплатный, все оформлено в PDF, по ссылке в описании он уже доступен. Увидимся в следующих видео, с вами был Артем Сенаторов, пока! Субтитры сделал DimaTorzok